Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим запись бесед из цикла «Во свете Библии». Вот, Святая Библия, каждый раз показываю ее. И открытым оком. Так у меня называются книги. Я вижу, как другие беседуют, не прибегая к цитированию, не открывая Библию, не святых отцов, а просто от опыта, который у них есть. Бывает, отвечают правильно, но это, я считаю, привязка, если человека самого не приучить пользоваться Священным Писанием. У меня очень богатые, большие материалы. Я знаю, так как говорю один, одна говорящая голова, то это, может быть, для кого-то трудно выслушать. Ну, момент такой упущен будет. Вы больше никогда этого, может быть, и не услышите. Сегодня говорить о покаянии. А что говорить? Ткать себя, да и все. Ну, вот весь ответ. Но когда вы до конца, если прослушать его, увидите, не все так и ясно с покаянием. В первую очередь, как каяться? Почему оно необходимо? За что каяться? Сколько времени? Это все есть в Священном Писании, в Святой Библии и у святых отцов. Итак. Что такое покаяние? Слово покаяние приводит человека к Богу, как блудного сына в дом отца. Напротив покаяния всегда стоит обвинение другого самооправдания. Обвинение другого и самооправдание. Это никогда не допустит до покаяния. Я вот в интернете сейчас больше час времени провожу. И вот смотрю, все с обвинения. Православная церковь, она не такая. Я знаю сектанты, а сами впали в бездну, в беззаконие. Отошли от церкви и не церковь. Хоть кто ты будешь, ты вообще не церковь. Ну, есть язычники хорошие, мусульмане, буддисты, но они не церковь. А ты Библию держишь, но за это ответишь, что читая Библию, смотря в книгу, а не увидел то, что самое главное есть. Потому что главное это Евангелие. У профессора Марсенковского, Владимира Филимоновича, некогда православного человека, есть такое выражение, если из сознания людей вырвать Евангелие, то на месте его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не прикроешь. Ну, виновата была жена в раю, она покаяния не принесла, Ева, виноват змей. Адам тоже не раскаялся, виновата жена. А в общем-то, если разобраться, оба они обвиняли Бога. Я не просил жену, ты мне ее сам дал. Ну, а дальше все на этом строится всю жизнь. Слово Божие говорит так. Покайтесь всем перед Господом Богом Отцов ваших, исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных. Первое. Езра 10.11. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Матфея 3.2. Нужна проповедь, разъяснение уснувшей совести людей того, кем они могли бы быть и должны, и кем стали. Без покаяния. Покаяние перед кем? Вот сейчас про Березовского говорят, что он покаялся перед Путиным, что поступал неправильно. Ну и что? Покаялся, не покаялся. Сейчас в интернете считаешь, а, сдохла собака, на одного жида хоть меньше будет, кровописца. Но это ничего не поможет. Даже все слова правильные будете говорить. Не поможет. Помогает только покаяние. За гробом нет покаяния, говорит Анзотоус. Даже за него кто-то будет молиться, а он не раскаянный, умер в ванне с водой, и прямо из воды сразу в пламя огненное. Вот что может быть. Я не утверждаю. Я просто говорю. Богач не думал я оказаться, но я мучаюсь в пламени си. А то, что надежда, что у него миллионы, миллиарды там будут раздавать на церковь, это тщетно. Человек предстанет таким, каким закрыл глаза на земле. За гробом покаяния нет. И между вами и нами великая пропасть. Всем надлежит предстать присудилищем Христом, чтобы мы каждому получили соответственно тому, что делал, живя в теле. В теле, а не без тела за меня кто-то сделали. Это все вопреки Писанию. По Писанию, это значит сегодня покаяться, немедленно, и притом сейчас, и жить в заповедях Господних. Все время ратовать о исполнении Духом Святым. Поэтому нужна проповедь. Разъяснение. И апостолы пошли в мир, возвещая покаяние перед Богом. Деяние 20.21 Покайтесь и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяние 2.38 Итак, вспомни, откуда ты и не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвинуть светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение 2.5 Начало покаяния – это осуждение грехов. «Осуди ты свои грехи». И этого достаточно для Господа к твоему оправданию, потому что осудивший свои грехи не так скоро решится опять впасть в них. Это я все считаю из святых отцов. «Ты согрешил?» «Ойди в церковь, покайся. Здесь врачебница, а не судилище. Здесь не иссезуй, но дают прощение грехов. Бог никогда не отвергает искреннего раскаяния, но хотя бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решился бы возвратиться опять оттуда на путь добродетели, чтобы привести все в прежнее состояние, потому что покаяние ценятся не по продолжению времени, но по душевному расположению. Так, для неневитян не было нужды во многих днях, чтобы загладить грех свой, но краткого дневного срока было достаточно до заглаживания беззакония их, и разбойник не в течение долгого времени достиг входа в рай, но во столько времени, смыв все грехи свои в своей жизни, сколько употребляется его на произнесение одного слова, получил еще прежде апостолов награду православия. Бог показал, как он прощает грехи. Согрешили некогда неневитяне и сделали то же, что и вы теперь делаете. Но посмотрим, что же спасло их. На язвы свои они наложили пост. И строгий пост. Лежание на земле, и одежда из бредища, пепел и слезы. И вместе с этим переменили и образ жизни. Посмотрим же, какое из перечисленных лекарств уврачевало их. Что же это за лекарство? Кавычки. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедстве, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона 3.10. Не сказал, видел пост, вретище, пепел. Я говорю это не с тем, чтобы отвергать пост. Нет! А для того, чтобы убедить вас, делать то, что лучше поста. Воздерживаться от всякого зла. Кавычки закрыты. Святой Иоанн Златоуст. Кавычки открыты. И блудница, приступившая ко Христу в краткое мгновение времени, смыла с себя весь позор. И когда иудеи негодовали, что Христос допустил ее к себе и дозволил ей такую смелость, то он заградил ему ста, а ее отпустил, просивая все грехи и приявая ее усердие. Почему так? Потому что она приступила с теплым расположением, с пламенной душой и горячей верою, и коснулась святых и священных ног его, распустив волосы, проливая из очей потоки слез и возливая мир. На это, на покаяние, не нужно много дней и годов, а нужно только благо расположения. И все исполнится в один день. Отстань от зла, полюби добродетель, прекрати порочную жизнь и обещай больше не поступать так. Этого достаточно будет для твоего оправдания. Я свидетельствую и уверяю, что если каждый из нас, грешников, отстав от прежних грехов, даст искренний обет Богу не повторять их, то Бог ничего больше не требует для оправдания. Согрешил ты, вводи в церковь и загладь свой грех, поплачь о грехе своем. Если плач Петра загладил столь великий грех отречения от Христа, то как тебе не загладить греха, если будешь плакать? Отречься от самого Господа было преступление немалое, но великое и весьма важное. И однако же слезы загладили грех. Плачь и ты о грехе своем. Человеколюбивый Господь от тебя хочет не больше труда, а сам он даст великое. От тебя ожидает повода, чтобы дать тебе сокровище спасения. Предложи слезы, и он даст тебе прощение. Принеси покаяние, и он дарует тебе отпущение грехов. Иоанн Златоуст, том 2, страница 328. Том 1, страница 89. Том 10, страница 371. Том 1, страница 542. Второй, 328. Ты всех милуешь, потому что ты все можешь и покрываешь грехи людей ради покаяния. Примудрость Соломона 11.24. И как бы далеко человек не ушел по тропе заблуждения, Бог всегда дает место и время покаянию в грехах. Примудрость 12.10.19. Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Евреям 3.7.8. При всем том народ не покаялся, и такое бывает. Серахов 48.16. Возгнушались законом моим, не уразумели его, но презрели, когда еще имели свободу, и когда еще отверстие было им место для покаяния. Третий, етр 9.11. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Деяние 3.19. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. 17.30. Представьте, что было бы задрели, если бы сейчас все олигархи, все, кто обворовал Россию, покаялись. Покаялись перед Богом. А потом бы вышли к народу, как Емельян Пугачев на четыре стороны поклонились. Простите, православные, грабили мы вас, но я осознал, что я погибаю. А теперь нет расстояния этому, раскаяния этому олигарху. Ни звания, ни почет, ни врачи, никто не может помочь. Все. Кавычки. Пока не пришла смерть, пока не заключены двери, не отнята возможность войти, пока не напал на вселенную ужас, пока не померк свет, проси, грешник, милосердие у Господа. Если ты, грешник, будешь плакать и сокрушаться о своих грехах и с верой умолять Господа, он оставит тебе беззакония твои и зальются на тебя щедроты его, потому что жаждет и желает он твоего обращения. Слушайте и содрогайтесь. Хотя море благости исполнено щедрот, но если человек не принесет покаяния, он не получит милости в день суда, все рожденные могут достичь покаяния, поэтому кто не может раскаиваться, тому лучше было бы не родиться. О, как велика сила покаяния! Оно умилостивляет Бога, уже изрекшего приговор, преподобный Ефрем Сирин. Приносящий истинное покаяние, не занимается уже осуждением близких, а не занимается оплакиванием своих грехов. Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния. Кто осуждает грешников, тот изгоняет из себя покаяние. Абва Исаия. Покаяние рождается от веры в праведного воздаятеля и возбуждается страхом неминуемого суда Божия и заслуженных мук. Грешник ужасается страшной участи, уготованной нераскаянным, и решается обратиться от области сатанинской к Богу Отцу Своему. Исаак Сирин. Кавычки. Кто льстится грешающему, обласкивает его, тот только более располагает его ко греху и не подавляет преступления, а питает их. Но кто строгими советами обличает и вместе наставляет брата, тот содействует его спасению. Кого я люблю, говорит Господь, тех обличаю и наказываю. Откровение 3.19. Так надлежит и священнику Божию. Не обманыватель силами, утешениями, но промышлять о спасительных лекарствах. Не искусен тот врач, который слегка только ощупывает рану, сохраняя заключенный внутри в глубине яд. Он только увеличивает его силу. Надо вскрыть рану, рассечь и очистив от гноя, приложить к ней сильнейший пластырь. Пусть больной плачет, пусть кричит, пусть жалуется на нестерпимую боль. Он будет благодарен потом, когда почувствует себя здоровым. Киприан Карфагенский. Кавычки. Никогда Бог не отвергает искреннего раскаяния, но даже если бы кто далек, до самой крайней порочности дошел, а потом решил опять возвратиться на путь добродетели, и того он принимает и приближает к себе, и делает все, чтобы привести его в прежнее и даже лучшее состояние. Сатана изранил, извратил естественный порядок. Греху он дал дерзость, а покаянию стыд. Нет такого греха, который не изгладил с его покаянием. Пока ты при издыхании дышишь, даже в последний день на самой постели, и при последнем издыхании, не оставляя поприще этой жизни, и тогда покайся. Через грех дьявол не изводит вас в гиенну. Через покаяние Христос вводит нас в Царство Небесное. Блудный Сын представлял собой образ падшего после крещения. Мы искуплены драгоценной кровью. О чудо! Судья Христос ведется на суд за осужденных. Покаяние имеет силу только на земле. Покаяние отверзает человеку небо, вводит в рай, побеждает дьявола. Грешен ты, не отчаивайся. Каждый день согрешаешь, тогда каждый день приноси покаяние. Я всю жизнь провел во грехе. Если покаюсь, буду ли спасен? Конечно. А откуда это видно? От человеколюбия, Господа твоего. Представь себе искру, упавшую в море. Может ли она сохраниться или оттуда снова появиться? Что искра в отношении к морю, то и порог в отношении к человеколюбии Божьей, да еще и не тоже, а гораздо менее. Иоанн Златоуст. Истинное покаяние состоит в следующем. Мы должны оставить прежние грехи и ими, как мерзостью, гнушаться. Об этих грехах сожалеть, просить милости у Бога, исповедоваться духовнику и всячески беречься другие грехов, прощать ближнему согрешения, чтобы нам самим Бог оставил их, проявлять любовь и милость ко всем, чтобы самим получить милость блаженной и милостивой, ибо они помилованы будут. Смирять себя, ибо смиряющий себя вознесся. Никого не осуждать, ни на кого не клеветать. Молиться Богу всегда, чтобы не впасть в искушение. Покаяние невозможно без искоренения самолюбия. От истинного Богопознания происходит истинное покаяние. Кающийся должен исповедовать все грехи подробно и по одному. Исповедание должно быть смиренным, благоговейным, истинным, с обвинением самого себя, а не другого. Кающийся должен иметь непременное намерение не возвращаться к тем грехам, которые исповедовал-то, и исправить свою жизнь. После исповеди пусть исполнит эпитемью, назначенную от духовника за грехи. Печать этой тайны духовник должен в себе хранить грехи, услышанные на исповеди, и не открывать их никому. Ни в коем случае. Тихон Задонский. Кавычки. А то, что польза, без чувства, если со скукой или рассеянностью будем стоять на службах, досадуя, что долго тянется, время свободное от служб, будем проводить в полусне и в бездействии, затем холодно проговорим на духу грешен, грешен про грехи-то, о которых спросят, не имея помышления о том, чтобы главной нашей целью должно быть совершенное исправление жизни. Что польза-то от этого? Это значило бы исполнить обычаи, говения, а не говеть во спасение. Феофан Затворник. Кавычки открыты. Оттого окончательно гибнут христиане вечной смертью, что во время земной жизни занимается одним нарушением обетов крещения, а того, что не удостаивает ни малейшим вниманием Слово Божие, возвещающее им о покаянии. Покаяние должно сопутствовать вере во Христа, предшествовать крещению во Христа, а после крещения оно исправляет нарушения обязанностей уверовавшегося во Христа и крестившегося во Христа. Воспоминание о смерти это дар Божий, говорят отцы. Страшно не признать себя грешником. От признающего себя грешником отрекается и Иисус, ибо я пришел призвать неправедников, говорит он, но грешников к покаянию. Матфея 9,13 Дело покаяния совершается посредством следующих трех добродетелей ощущение помыслов, непрестанной молитвы и терпение встречающихся скорбей. Покаяние возможно только при точном, хотя бы и простом знании православной веры христианской. Господь призывает человека к покаянию и спасению до последней минуты его жизни. В эту последнюю минуту еще отверсты двери милосердия Божия всякому, стучащему в них. Только один из грехов самоубийства не подлежит врачеванию покаянием. Счетно, бесплодно, часто вредны для души и самые возвышенные подвиги, когда они не растворены чувством покаяния. Я усвоился Богу святым крещением. На таинстве крещения зиждется таинство покаяния. Покаянием возвращается усвоение Богу. Только при посредстве покаяния можно принять Евангелие, усвоиться Евангелию. Игнатий Бринщининов Кто бежал из темноты, тот не пожелает видеть ее в другой раз. Кто избавился из плена, тот молится, чтобы никогда не попасть в плен. Покаяние состоит в том, чтобы не возвращаться к прежним грехам. Ефрем Серин Покаяние состоит в том, чтобы уже не делать впредь того же. А кто принимается за прежние дела худые, тот по пословице бьет шерсть над огнем и черпает воду решетом. Я в Златоуст. Если избегший сквер мира через познание Господа нашего Иисуса Христа опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья ее отваляется в грязи. 2 Петра 2.20 Это мы все о покаянии. Многие после покаяния возвращаются к своим прежним беззаконием с такой надеждой согрешил и покаялся. Ну еще согрешу и еще покаюсь. Ибо говорится сколько раз падешь столько раз встань и спасешься. Ложная надежда. О, туманное упование основано не на твердом камне, но на песке. Не тебе, не тебе возвращающимся к прежнему злодеянию дарбовольно и нарочито не тебе служит это речение. Сколько раз падешь столько раз встань и спасешься. Нет. Но это я говорил тем, которые случайно впадают в какой-либо грех-то, а не по нарочитому изволению и намерению. Тебе же нужно слышать громогласного церковного учителя святителя Иоанна Златоуста вопиющего так Недостоин прощения тот, кто по причащении снова согрешит. Недостоин здоровья тот, кто по исцелению снова сам себе причиняет раму. Недостоин ощущения тот, кто по ощущении снова оскверняет себя. Кавычки закрыты. Дмитрий Ростовский. Вот. Кто обращается от праведности ко греху, Господь уготовит того на меч. Серахва 26-26. Кто приносит покаяние, тот не только должен омывать грехи свои слезами, но покрывать прежние прегрешения лучшими делами, чтобы ему не вменился грех. Амбросий медиаланский. Кавычки. Ты приносишь покаяние в блуде? Берегись смеха, шуток, сквернословия, шревоугодия. Это пути к блуду. Приносишь покаяние в лукавстве? Избегай раздражительности, ненависти, зависти, противоречий, робости и всякой низости. Приносишь покаяние в том, что поссорился. Приучи язык твой от зрелищ, но и во всяком месте удаляй от себя смех и всякую мирскую забаву. Ибо подобные этому вещи принуждают возвращаться к прежнему. Если видишь кающегося снова согрешающего, значит он не изменился. Признак приносящего твердое покаяние образ жизни собранный и суровый, отсутствие превозношения, а также очи и ум, всегда устремленные к вожделенному Иисусу Христу с желанием по благу датьи Христовой стать новым человеком. Ефрем сирен доказательством, что грехи прощенные нам служат то, если из наших сердец истребленные расположения к ним. Иоанн Касьян И ныне еще говорит Господь обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте и плача и рыдании. Раздирайте сердца ваши а не одежды ваши и обратитесь к Господу Богу вашему ибо он благ и милосерд. Долготерпение он долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Иоанн Иоанн 2.12 Кавычки Помышления свои открывай не всем, но только тем, которые могут спасти твою душу. Антоний Великий Не открывай совести твоей тому, кому не расположено сердце твое. Пимин Великий Ты стыдишься и краснеешь, когда нужно сказать свои грехи священнику на исповеди. Стыдись лучше грешить, чем размысли. Если не будет принесена исповедь здесь, то все будет исповедано там, перед всей вселенной, где больше мучения, где больше стыда. На деле мы отважны и бесстыдны, а когда должно исповедаться, тогда стыдимся и медлим и фрэмсирен. Кавычки. Когда согрешишь, не выжидая обличения другого, но прежде чем будешь обличен и обвинен, сам осуждая свои поступки, потому что если уже обличить тебя другой, твоя исповедь будет не твоим делом, но плодом стороннего обличения. Признание в грехе весьма способствует их исправлению, отрицание греха после совершения его становится тягчайшим грез грехов. Истинное исповедание в том, чтобы отвергнув грех от всей души, избегнуть его и никогда уже не возвращаться к нему. Если Иерей, это священник, получил власть отпускать грехи, совершенные против Бога, то гораздо скорее он может отпустить и изгладить грехи, совершенные против человека. Если бы кто из мирских судей предложил кому-нибудь из пойманных разбойников или грабителей открыть свои преступления и таким образом избавиться от наказания, то они очень охотно приняли бы это, презирая стыда ради своего спасения. А здесь не бывает ничего такого. Но Бог отпускает грехи и не заставляет высказывать их в присутствии других, но требует только единого, чтобы сам получающий отпущение познал величие дара. Господь, зная слабости нашей природы, когда мы приткнувшись впадаем в какой-нибудь грех, требует от нас только того, чтобы мы не отчаивались, но отстали от грехов и поспешили к исповеди. Если мы это сделаем, он обещает нам скорое помилование Иоанн Златоуст. Не скрыт нищий на исповеди, чтобы не остаться неисцеленным, Федор студит. Если хочешь, чтобы Бог даровал тебе слезы сокрушения и беспристрастия, непрестанно приводи себе на память свой гроб, Ефрем сирен. Во всех делах твоих помни, о конце твоем вовек не согрешишь. Серахов 7.39 Откровение 3.2 Бодрствуй и утверждай проще близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенно перед Богом моим. Откровение 2.5 Итак, вспомни, откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела, если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Кающиеся должны горько плакать и совершать от всего сердца и все остальное, что свойственно покаянию. Покаяние требует, чтобы человек сперва возопил в себе и сокрушил свое сердце, потом стал добрым примером для других, а для этого сделал себя слышимым и объявил образ покаяния Василия Великий. И объявил, не надо бояться записи, вот на видео записывать, раньше было на магнитофон, есть, которые болезненно боятся, даже в храме и то нельзя снимать, нельзя, идите, благословитесь, макуриарха все снимается, смотрю, записывается, ну все, кого только мы видим здесь, кавычки, плачь истинай, когда согрешишь, не о том, что будешь наказан, так как это ничего не значит, но о том, что ты оскорбил своего владыку, который так кроток, так любит тебя, так заботится твоем спасение, что и сына предал за тебя, вот о чем плачь истинай, и дело это непрестанно, потому что в этом и состоит исповедание, Иоанн Златоуст, если епископ или пресвитер не принимает, но отвергает обращающегося от греха, да будет извержено священного сана, апостольское правило 52, за совершение убийства в очреве аборт 10 лет, отлучение от причастия святых тайн, Василий великий, правило второе, эти годы эпидемии разделяются на 4 ступени, то есть отлучение допустим за аборт на 8 лет, на 4 степени, ну по 2 года, первая ступень, плачущая, плакать на улице, дождь, ветер, холод, все на твоей голове, разрешается только одно, просить входящих, чтобы помолились о тебе, вот эта степень, первая, плачущая, вторая ступень, называется слушающая, внутри ворат, и в притворе, грешник должен стоять только до моления об оглашенных, плач бывает вне врат молительного храма, где стоя, согрешивший должен просить входящих, верующих, дабы они помолились за него, слушание бывает внутри врат, в притворе, где грешник должен стоять до моления об оглашенных, и тогда исходить, ибо правило глаголит, слушав писание и учение, да изгонится, и да не сподобится молитве, чин припадающих, далее, чин уже припадающих, есть, когда кающиеся, стоя внутри врат храма, исходят вместе с оглашенными, а чин, купно стоящих вместе, когда кающийся, стоит купно с верными, и не исходит с оглашенными, конечная жесть, причастие святых тайн, Григорий Некисарийский, 12 правило, это конец уже наказания, третье, припадающие, кающийся, стоит внутри врат храма, исходит вместе с оглашенными, еще два года, и последние два года, называется купно стояние, кающийся, состоит вместе с верными, не выходит с оглашенными, но не причащается святых тайн, эпитимии не должно вергать грешника, эпитимии, в отчаянии, и не подавать повода к расслаблению жизни, 6 вселенский стабор, 102 правило, 1 вселенский, 2 правило, на всяко ржакающегося, если преступление его было явно и гласное, то смущающее всю церковь, да возлагаемую будет рука в притворе храма, то есть не запускать, прямо остановить, Карфагенский собор, 52 правило, 318 год, при ревностном исправлении согрешившего, можно сократить эпитимию, на одну треть указанного строка, из действующих ныне 719 правил, 413, то есть 57 процентов, умышленно и повседневно нарушается, поэтому истинного покаяния найти сегодня очень трудно, а привыкли так всеми, пришел грешен батюшка, грешен батюшка, Господи, дай всем истинное покаяние, правителям, священникам, верующим и неверующим, дабы здесь получить прощение грехов, кровью Твою, причистой Голгофской, быть омытым, Аминь.